Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Эволюция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живём по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать своё мнение. Своё мнение. Телефон прямого эфира – 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказать! Не умею сказать, сказать... Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 1430 М99,1 ФМ на нашем веб-сайте radio-nvc.com. Фейсбук? Фейсбук на нашей страничке. На моей, по-моему, тоже. Потом мы там как-то шерим. В общем, неважно. Фейсбук вы нас всегда найдёте. Ну и, конечно же, на нашем канале в YouTube. И Фактс Ньюс. И Фактс Ньюс. Скоро. На Фактс Ньюс Ченнел. Будем, будем. Так что вот так. Телефон в студии 847-400-5200. Сегодня пятница. Всех с хорошей пятницей. Ура. И с хорошими выходными. И с хорошими выходными. Уверен, что с добрым утром, с добрым утром. Правда, завтра будет такая трагическая дата для жителей Восточной Европы. Это дата чуть раньше началась, в 1939 году. А для жителей Советского Союза это дата такая очень печальная. Начало Великой Отечественной войны. Вторая мировая началась чуть раньше. С участием, кстати, того же Советского Союза и нацистской Германии. Так вот как-то оно произошло. Ладно. Несколько слов о том, что происходит у нас в Чикаго. Мы уже говорили о том, что с 1 июля подорожает бензин, но в смысле налоги в два раза увеличатся. В этом же законопроекте прописано положение, которое позволяет этим жуликам, которые сидят в Спрингфилде, повышать постоянно налоги. И зарплату. То есть там сформулировано так, индексировать с учетом инфляции. То есть пенсии с учетом инфляции не повышаются. Но зарплату они тоже себе повышают с учетом инфляции. Вот повышение налогов как раз на это дело и пошло. Вы думаете, на что оно пошло? На то, чтобы повысить, так сказать, народу жизнь лучше сделать? Нет, чтобы себе повысить зарплату. Вот они повысили налоги. И еще одна печальная новость. Люди, которые пользовались интернетом для того, чтобы покупать что-то, для покупок того или иного, теперь, значит, для них тоже сюрприз приготовили наши законодатели. Сейчас я попробую точно сказать, когда это начнется. В 2020 году. С 1 января 2020 года 6,25% будем платить налоги. Sales tax. То есть, если мы как-то раньше у нас было такое, что мы могли покупать что-то онлайн и не платить налоги, то теперь, значит, эта лавочка прикрывается. Потому что, ну как же, нашим слугам народу нужно повысить зарплату, бенефиты увеличить, а потом... Ну, в общем, вся такая... Ничего радостного. Ну, что, собственно, и как следствие этого. Демографический коллапс в штате. То есть, эмиграция уменьшается. Ну, может быть, только нелегалы прибывают. Ну, а эмигрантов, как таковых, легальных, которые приезжают, которые могут работать, могут получить разрешение на работу, эмиграция уменьшается, их становится меньше. А отток? Рождение, рождаемость падает. И уезжают. Постоянно. Если штат является столицей мира абортов, то откуда же появится рождаемость. Правильно. То есть, население стареет, рождаемость падает, эмиграция легальная падает. Поэтому штат обречен. А вам, господа демократы, ну, вы будете голосовать за своих жуликов. Как, впрочем, я должен сказать, что и среди республиканцев этого штата достаточно уродов. Тех же жуликов. Прямо скажем. Райнов. Потому что, наверное, в этой атмосфере, в этом болоте, это редкий случай, когда рождаются или пробиваются в политику люди порядочные, у которых, скажем так, интересы избирателей не стоят на самом последнем месте. Ну, вот смотри, у нас был, помнишь, во время выборов локальных, ну, здесь местных выборов, у нас выступал такой Берет Дэвид, да? Да. Замечательный человек. Замечательный. Просто вот честный, порядочный, нормальный мужчина, который семьянин, который занимается бизнесом, причем нелегким бизнесом. Ну, его даже близко не подпустили к этим выборам. Шор, поддержали его? Нет, конечно. Так, мало того, что эти не поддержали, с его же рассказывал мы с ним, когда разговаривали, он говорит, моя семья, семья, вы понимаете, там, папа, мама, адвокат, доктор, все как положено. Они просто со мной не разговаривают, с ним не разговаривали. Как это он может баллотироваться от республиканской партии? Да. Ну, вот поэтому мы оближились. Поэтому штат катится на закат. Когда-то нам было непонятно, когда во время революции, после революции, брат на брат ушел. Да, да, да. И у нас в голове не укладывается. Да такое не может быть, да это неправда. Вот примеры. Может быть. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я просто хотел, Сережа, добавить, вы не говорили про демократию Шкага. Я вчера слушал статистику. 200 тысяч белых в основном истаборном уехало. Пополняется за счет Hispanic, Asian. Да? Ну, я вам скажу, Asian, это еще не самый страшный вариант. Но на самом деле, спасибо большое за ваш звонок. На самом деле, эта ситуация, ну вот, скажем так, лицо страны меняется не только в нашем штате. Ты посмотри, что происходит в Техасе. Кстати, за последний, там, ну, начиная с 2010 года, население, популяция Asian выросла на 49%. Популяция испаноязычных выросла тоже на какое-то количество процентов. Я могу найти статистику, но смысл заключается в следующем. Буквально, там, в 2022 году белые будут составлять в Техасе меньшинство. Ну, так это везде будет так. Да. Это будет везде так. При этом, когда, ну, сейчас примем звонок. Добрый день был в эфире. Здравствуйте. Ну, так страшно слушать и посмотреть, знаете, куда бежать, в какой штат. Вот мне женой собрали. В штат Швейцарии. Кроме Калифорнии, Нью-Йорка, ходите везде, да? Нет, ну, на самом деле, люди действительно уезжают из этого штата, потому что невозможно. Да, ну, все поедут в хорошие штаты, а что с плохими останется, да? Что с плохими останется, я не знаю, но превратятся в такие вот, как Калифорния. Может быть, плохие штаты наконец-то возьмутся, жители вернее, возьмутся за голову и решат, что нет, все-таки там люди живут лучше, может быть, и нам как бы подсуетиться. Это единственная надежда. Вы посмотрите, что происходит. Спасибо большое за ваш занок на, скажем, real estate market. Ведь дешевое жилье продается, улетает, как горячие пирожки. Более-менее подороже жилье уже проблемы. И проблемы не потому, что оно дорого стоит, а проблемы потому, что налоги какие-то совершенно сумасшедшие. Налоги на недвижимость просто сумасшедшие. Да, но ты заметил, кстати, вот такая интересная тенденция. Я просто абсолютно случайно как бы набрел на это дело. Ты заметил, что чем меньше, то есть чем больше падают налоги на федеральном уровне. Вот, допустим, сделали реформу налогов по зарплате, сделали реформу, цена на бензин пошла немножко вниз, потому что все-таки пытаемся как-то держать нашу цену хотя бы на каком-то уровне. Как только на федеральном уровне это достигается, тут же такое ощущение, как будто вот сидят вот эти, как их назвать, стервятники в штате Иллиной и подбирают вот эти вот крохи. То есть, не дай бог, у нас из кармана меньше... То есть, пару копеек осталось лишних в кармане на работающих в Иллинойсе. И тут же эти стервятники быстренько залезли в карман, вынули уже три копеи. Серьезно, ты заметил это, да? Вот Трамп провел реформу. Многие люди получили хорошие льготы от этой реформы. Тут же в штате Иллиной поднимается налог, тут же в штате Иллиной поднимается... Это вообще не до уму непостижимо. Просто вот стервятники сидят и... Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господин Зорцатин. Добрый день. Вы мне позвольте задать вопрос по поводу вчерашней передачи, которую ввел уважаемый Анатолий Червец, с журналистом из Москвы. Мне буквально нужно, может быть, одну-две минуты. Можно задать такой вопрос? Давайте задайте вопрос сразу, а мы уже потом посмотрим, мы будем его развивать или мы просто на него ответим. Пожалуйста. Одна-две минуты, это очень много. Меня устраивает любой вариант. Окей, пожалуйста. Началось чем вопрос? Я вчера позвонил в эфир, когда этот журналист выступал. Окей, это не вопрос, молодой человек, это не вопрос. Вопрос начинается, скажите, пожалуйста. Вот это называется вопрос. Пожалуйста, начните с вопроса. Анатолий, спасибо большое, большое спасибо. Я учусь на будущее. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а почему этот журналист, когда я спросил его, а по какому пути, допустим, Путин уйдет сам или его уберут, а по какому пути пойдет Россия, страна, каковы они перспективы и так далее и тому подобное. Я задал совершенно детальный вопрос о финансах и так далее. Значит, этот журналист потом... Все, спасибо большое. Мы поняли, мы ваш вопрос поняли. Спасибо. Вы задали вопрос журналисту, который вам ответил. Вас не устроил обширность, то есть объем этого ответа. Но я вам могу объяснить. Мы связываемся с людьми не в Чикаго. Поэтому у этих людей ограниченное время. У нас ограниченное время общения с этими людьми. Поэтому и у этих людей очень большой материал, который они специально готовят для эфира у нас на волне. И вот им дается определенное количество времени для того, чтобы открыть, раскрыть, вернее, ответ на ваш вопрос. Он вам ответил так, как он мог ответить в рамках передачи. Все. Я вам поэтому вчера еще сказал, у нас нет времени рассусоливать. У нас очень ограничено время. А эфирное время стоит очень дорого. Спасибо большое. Ну и потом, как мы можем отвечать за журналисту, у которого свое мнение, своя информация, но это как-то не очень хорошо. Особенно то, что творится в России. Да, Путин уйдет, не уйдет. Это надо в четверг, Гене. На его передаче. Он расскажет. Вот он с удовольствием вам объяснит все популярно. Он расскажет, что будет чем закончится, чем сердце успокоится. А чем не закончится? А тут даже и журналиста не надо. Уже сколько лет менялась и власть, и все, что хотите. И все равно продолжается одно и то же. Народ бедствует, нищета. Алишка, я не хочу наступать тебе на реке. Да, я понял. У нас есть звонок. Давайте. А, еще и звонок. Тем более. Говорите, пожалуйста. Это опять я. Ну, конечно, вы, Актужич. Да, 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 да. Да, как вы мне сказали, с чего я должен начать? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Анатолий. А у меня создалось впечатление, что вот этот журналист вчера занимался двумя вещами. Он нас запугивал тем, что может вытворить Россия, там, ядерное оружие и так далее, и тому подобное. Да. Техногенные производства и все такое прочее. То есть он занимался тем, что он нас запугивал. Вы знаете, что? Не поленитесь, пожалуйста. А кто проплачивает выступление этого человека? Скажите, вот вы, послушайте меня. Мне кажется, что это выступление, он чисто СВСБшный. Окей, значит, смотрите, я вам сейчас отвечаю на вопрос. Послушайте меня. Я вам отвечу на вопрос, но дайте мне, пожалуйста, слово, что вы больше с этой темой звонить не будете. Значит, если вам не тяжело, если вы владеете навыками работы на компьютере, пожалуйста, пойдите, найдите на Википедии, кто такой Игорь Александрович Якименко. И вы сами все поймете. Это человек, который абсолютно, это человек, который председатель журналистского сообщества. Понимаете, этот человек толковейший, умнейший. Поэтому ваши наезды абсолютно не по адресу. Вы хотите с кем-то, кому-то пожаловаться по поводу наездов, позвоните в прямую линию к господину Путину и расскажите, что вот на него работает вот такой человек. Вот и все. Окей. Да, дальше. Так вот, в Нью-Йорке приняли закон, который разрешает выдавать водительские удостоверения нелегальным эмигрантам. По-моему, там был протест и, по-моему, еще не приняли. Закон приняли. Нет, закон приняли. Еще просто не начали выдавать. Клерк отказался выдавать. В каком-то каунте клерк отказался выдавать. Говорит, я не буду избавляет закон. По этому поводу у нас развернулась небольшая дискуссия опять в социальных сетях. И, ну, люди там высказывают, как бы, есть, наверное, поинт в этом. Говорят, что лучше, если нелегалы будут ездить с правами, потому что тогда они будут покупать страховку, в чем я сомневаюсь очень, а и тогда, как бы, это будет безопаснее. То есть, вы знаете, на чем свое время? Это получается, что люди, которые придерживаются этой точки зрения, как бы, они ищут выгоду для себя, лично для себя. То есть, потому что у него будет страховка, если он не ударит, он не заплатит. Вместо того, чтобы занять позицию, подождите, подождите, человек нарушил закон, человек нелегально проник в эту страну. Вместо того, чтобы его наказать или развернуть и отправить обратно, мы его стимулируем. Мы ему даем возможность здесь легализоваться. Я намекнул на то, что, ну, теперь нелегалы будут голосовать. Как это будет голосовать одна милая дама, девушка, молодая женщина? А где доказательства, что они таки будут голосовать? Вообще странно звучит. Докажи, что они будут голосовать. Ну, на самом деле, таких случаев сколько угодно. Это, во-первых. Во-вторых, есть, в некоторых штатах существуют законы. Я сказал, ну, теперь их автоматически, в том числе, кстати, и в Нью-Йорке, где автоматически регистрируют людей, которые получают водительское удостоверение как избирателей. Так как это было в Калифорнии в прошлой выборе. Там целая перечень. Три с половиной миллиона. Там целый перечень штатов, где по закону автоматически регистрируют при получении водительского удостоверения. Это закон. То есть, этого мне доказывать не надо, но ей все равно нужны какие-то дополнительные доказательства. Потом по поводу этого я высказался. Говорю, ну, вот так вот при поддержке таких вот образованных и не очень образованных людей страна превращается в нечто иное, не в Америку. На что один наш общий знакомый ответил. Адвокат? Да, ответил. Понятно. Америка всегда принимала иммигрантов, легальных и нелегальных, и ни во что иное она не превратилась. Что я сказал? Заметил, что, ну, во-первых, за последние десятилетия количество пребывающих легальных и нелегальных, во-первых, легальные квоты в свое время было 200 тысяч, потом 500 тысяч, сейчас миллион, последние несколько там десятилетия, миллион квоты легальных пребывает. А уж нелегальных идет, никогда такого не было, что по полторы тысячи в день только нелегальных останавливали пограничники. Только на одной границе. Да, в одном только месте, в одном пункте. А еще сколько их под видом беженцев прется через границу каждый день, это один момент. А второй момент, до некоторых пор мы гордились тем, что страна является плавильным котлом. Когда люди, приезжавшие в эту страну, старались стать американцами. Частью общества. Частью американского общества, принимая культуру, ценности американские. Законы. Но благодаря таким, как вы и вашим либеральным друзьям, вашим либеральным политикам, политика в стране поменялась. Теперь, начиная со школы, с первого класса, эта политика плавильного котла отметается. У вас теперь diversity, то есть вы разрываете ткань этой страны. Каждый выходец из каждого шитхол, как справедливо назвал Трамп, выходцев из стран третьего мира, приезжает со своими традициями людоедскими, шариатскими, какими хотите. И вы, леворадикальные, это культивируете. Поэтому лицо страны меняется. Если вы этого не замечаете, то вы либо лгун, либо слепой абсолютно. Даже за мои несчастные 20 лет, которые я провел в этой стране. Почему несчастные? Потому что я хотел бы здесь прожить гораздо дольше. То есть приехать сюда гораздо раньше. Так вот, за 20 лет лицо этой страны, не только, так сказать, внешнее лицо поменялось. Не то, что там район, где я живу, скорее напоминает маленькое Дели. Не об этом лице я говорю. Поменялись какие-то коренные вещи. Смотри, что получается. Значит, у нас сейчас есть так. African American, так? У нас есть Mexican Americans. У нас есть Asian Americans. У нас есть Arab Americans. А все остальные white supremacists. Нет, а мы просто Americans, так? Теперь смотри. Нас могут называть white boy, white cracker, там, hunky, еще как, как хочешь. Попробуй кого-то назвать или негр, или towelhead, или sad nigger, или cook, или chink. Попробуй кого-то назвать. Ты сразу будешь расистом. Ты смотришь по определению. Теперь смотри, да, потому что я белый, гетеросексуальный мужчина. Теперь смотри, что получается. У нас есть United Negro College Fund. У нас есть Martin Luther King Day. У нас есть Black History Mazda, черный, это Black Entertainment. У нас есть Malded, Al Nabi. У нас все, что хочешь. Попробуй завтра сделать white entertainment television. Попробуй завтра сделать white pride day. Попробуй сделать парад завтра белых гетеросексуалов. Что на это будет? Посмотри. Значит, у нас есть Hispanic Chamber of Commerce, Black Chamber of Commerce. У нас есть там еще какие-то. Сделай. Black Caucus, Hispanic Caucus. Все остальное. Теперь смотри. Прогрессив кокос. Более 60 черных колледжей. Openly Proclaimed Black Colleges. Более 60. А где ты видел белых колледжей? Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть пройдет какое-то время, когда, как ты говоришь, совершенно верно. Мы будем маленькая маньорить, майнорити. И нас будут... И слава богу, если это не будет, как в Южной Африке. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый день. Пример из Франции. На улице белый и черный. Он ей говорит, белая сучка. Это хулиганство. Она ему отвечает, черный ублюдок. Это преступление ненависти. Да, да, так и есть. Но я вам не по этому попу звоню. Поскольку я вам, как бы, ну, очень вы мне нравитесь, ребята. Я бы вам хотел вот что сказать. Когда зайдет речь о социализме, который так упорно пихает в нашу страну сейчас, пожалуйста, есть во Флебусте австрийский экономист, который блестяще все это расписал. Если бы вы посмотрели это, товарищи, это очень бы помогло вам в вашей работе. Спасибо большое. Это Август фон Хайк, который указал, что все эти экономические преобразования социалистов, они ведут к рабству и фашисту, и фашизму. Абсолютно. И об этом я всегда говорил. Под каким бы лозунгом, под какими благими намерениями все это не строилось, результат будет один и тот же. Вы знаете, он блестяще расписан. Если бы, посмотрите, книга, конечно, большая, но если бы вы на досуге сделали небольшие бы выписки, и, как бы, там блестящая аргументация, блестящие связки, это бы очень вам, как бы, помогло в вашей борьбе против социализма и в нашей общей борьбе. Спасибо большое. Спасибо большое. Беда заключается в том, что, как бы, нам самих себя убеждать в том, что социализм это зло не нужно, но, к сожалению, вот, эти люди, которые идут, голосуют за Барни Сэндерса, они никогда не прочтут эту книгу, а если даже и прочтут, то они не поверят этому. Вот в чем проблема. Добрый день. Потому что левое движение стало просто религией. Это религия. Они свято в это верят, им не нужны никакие аргументы, контраргументы, они просто в это верят. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Я звоню из Бостона. Вот вы сейчас затронули тему демонстрации, так сказать, традиционных людей. У нас в Бостоне человек подали заявку на проведение марша, так называемых straight people, ну, традиционных, нормальных музыков. Мэр Бостона категорически против и сказал, что он не разрешит это демонстрировать. Судить? Ну, это так. Судить можно мэра? Это абсолютно... Спасибо большое. Это абсолютная правда. И я хотел об этом сказать, но это гораздо лучше звучит из уст человека, который там живет. Да, это действительно так. Там планировали провести демонстрацию, так сказать, гордости традиционных отношений. И они это все дело объявили чуть ли не злом, не преступлением и запретили, к сожалению. Вот в таком мире мы живем, дорогой наш друг, ученый, юрист. С высшим экономическим образованием. Вот так страна меняется. Теперь, оказывается, белый гетеросексуальный мужчина – это враг номер один. Ты знаешь, мы живем, наверное, в каком-то перевернутом мире, если человек с юридическим образованием говорит, что для нас всех было бы лучше, если бы нелегалы получили права. Давайте мы сделаем перерывчик небольшой, после чего вернемся обязательно. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Давайте примем звонки, а потом продолжим интересная тема по поводу социализма. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Да, добрый день. Вот заявление Сандерса о том, что боссы Демпартии никогда не дадут ему пройти в кандидаты в президенты, потому что его политика очень социалистическая. Бесплатное образование, бесплатная медицина и тому подобное. И что они очень активно теперь двигают по кахонту. По кахонту совершенно. Как раз к этому справедливости. У меня просто вопрос. Мерзко для Америки и то, и другое. Но, по вашему мнению, что все-таки хуже? Хуже выигрыш демократов. Оба хороши, как говорится. Кто из них хуже будет как кандидат? Они мало чем отличаются по взглядам, по идеологии. Даже думать не хотим об этом. Разница между Сандерс и Покахантас только в одном. Сандерс, он более такой идейный, а Покахантас, она пытается быть как бы ближе к народу. Вот и все. Спасибо большое. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. К сожалению, вас не слышно. Хорошо, возвращаясь к предыдущему звонку. Действительно, на сегодняшний день, помните, совсем недавно Джо Байден лидировал в гонке на 20 пунктов, на 30 пунктов. Обережал своих ближайших соперников. Но поскольку, и мы об этом уже говорили не раз, семейство Байденов, будучи, Байден, будучи вице-президентом, использовал свое положение и наши деньги, там миллиард с лишним долларов, которые он должен был отправить в Украину, в своих личных целях. То есть, он выдавил генерального прокурора Украины. Я сейчас не буду говорить, хороший тот или плохой. Не важно. Главное, что генеральный прокурор начал расследование в отношении компании, в которой работал Хантер Байден. И таким образом Байден выдавил этого прокурора с тем, чтобы это расследование было закрыто. А в этой компании Хантер Байден зарабатывал в месяц по 50 тысяч долларов. В общем, это темные делишки. Это наши деньги. Мы отправляли туда миллиард долларов с лишним, а Хантер Байден получал откат в виде зарплаты за что непонятно. То же самое произошло с Китаем. То есть, Байден якобы был призван решать проблему вот этого острова искусственного, потому что напряжение росло. Они военизировали этот остров. Он с Хантером туда слетал, потолкался там. Через буквально несколько дней вдруг компания Хантера Байдена получила там миллиард с лишним долларов денег для управления. В общем, абсолютно коррумпированный штимп за счет поста государственного. Поэтому демократы поняли, что, во-первых, он бы не прошел праймерис, потому что база демократическая, хотя наш образованный друг говорит, что страна не меняется, но демократическая база настолько улетела влево, что просто даже Байден, на их взгляд, кажется человеком, несоответствующим их идеологии. Поэтому, что касается Сандерса, это сбитый летчик, поэтому действительно демократическая партия, средства массовой информации, если вы поклацаете по каналам, по телевизионам, вы услышите, как пока Хантас растет, у нее рейтинг растет. Мне просто интересно, почему Байден может опережать Трампа или идти вровень с Трампом, если, допустим, вот когда Трамп выступал во Флориде, то люди занимали там за 48 часов места, 20 тысяч человек там были, хотели попасть 100 тысяч человек. А на Байден, когда Байден выступает, 200 или 300 человек покупает билеты, вот скажи мне. Кто-то, кто-то по этому поводу очень здорово заметил, говорит, очередь, которая стояла, вернее, люди, которые пришли послушать Байдена, количество людей, которые пришли послушать Байдена, не поместилось бы меньше, чем очередь, которая стояла в туалет, которые пришли послушать Байдена, даже не заполнили бы коридор, который, этот предбанник у входа в эту арену. Это еще раз подтверждает ту истину, что те, кто занимаются вот этими опросами, кто публикует эти опросы, это не опросы общественного мнения, это попытка сформировать общественное мнение, повлиять на общественное мнение. Мы помним выборы 16-го года. Мне почему-то кажется, что когда СМИ насаждали вот эту информацию, что у Хиллари 97% шансов выиграть, 80%, понимаешь, они настолько вбили в голову ее избирателю, что она должна выиграть, что когда она проиграла, чуть ли не просто морально, физически, да, это был кошмар. Давайте примем звонок и потом продолжим. Добрый день. Алло. Слушаем вас. Алло. Перезвоните, пожалуйста, мы потеряли вас. Значит, смотри, Джан Подеста в своей книге про выборы 16-го года очень четко описал процесс создания опросников. Значит, в зависимости от того, кому нужен этот опрос, опрашивается, допустим, вот, например, представь себе демократа, да, Хиллари Клинтон, значит, опрашивается 67-70% человек демократов, где-то процентов 12 республиканцев, и остальное это независимое, да, и вот получается, что, когда создают среднее число, получается, что, да, Хиллари опережает Трампа на, там, 75%, но это же 75% только опрошенных демократов. Да, давайте с вами звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Ну, это кто-то или вы сказали, или кто-то, политика, грязное дело. Я не совсем, совсем не согласен с этим, но кто согласен, ваши передачи политические, это подтверждено, еще хуже, чем грязь. Пока. Спасибо большое за ваше мнение, оно нам очень важно, спасибо. Мы учтем наши ошибки. Это глубина мысли. Это называется, прошу прощения, испортил воздух в комнате и быстренько из нее выбежал. Подожди, а поздороваться, ну, где же культура, ну. Ну, а сказать там что-нибудь, ну, вот конкретно вы сказали то-то, то-то, с чем я не согласен. Вы знаете, есть такое очень новое слово в русском языке, оно не совсем культурное, особенно оно популярное. Нам хватит звонить, хватит этого радио слушать. Добрый день. Алло. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Что-то сегодня много всех теряло. Да, слушаем вас. Моя эфира задела мне засадку, я не мог обгудать, может, вы мне поможете. Голосы дыгом, зубы торчком, старым удастым, сумольским торчком. Кто это? Понятно. Это про Берни тут разговор. Да, да, да. Добрый день, пожалуйста. А вас, да, сутя. Здравствуйте. Я вам хочу сказать, не обижайтесь на этого человека, который подолго расти. Дело в том, что у них больше нету аргументов. У них нету никаких аргументов. А когда у человека не хватает аргументов, он прибегает к гадостям, к грубостям, что делают демократы. Знаете, если у человека в голове, извините за выражение, тушь сам, поэтому понятно, почему он так себя ведет. Уважаемые радиослушатели, разве вы услышали, что мы обиделись? Вы слышите, как весело у нас здесь стало? О, нет, 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 я знаю, что вы не обиделись. Я просто хотела вам сказать, что вот такие вот люди, они не способны ни на что другое, потому что у них нету аргументов, у них есть только грубость и гадость. Спасибо большое. Это признак слабости. Спасибо большое. Есть, спасибо. Поэтому еще один звонок, давайте. Говорить, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я недавно, просто хотела услышать ваше мнение. Я недавно слушала последнее, так сказать, интервью Пиантковского на Сотник-ТВ. И вот меня просто поразило то, что он, кстати, Пиантковский живет здесь, по-моему, в Америке, и очень как бы участвует во всех вот этих вот процессах там политических, ну, насколько он может. Вот, и он сказал, что каждый раз, когда Путин встречается с Трампом, то он его, ну, можно сказать, ноги об него втирает. То есть он его имеет как мальчика. Вот, и меня это настолько поразило, я, конечно, не слежу за встречами Трампа и Путина, но просто хотелось бы услышать вот ваше мнение. Они такие частые, они такие частые, они так часто происходят. С Пиантковским все давным-давно все понятно. Это его хлеб. Так сказать, деньги он получает из фонда Сороса. Трамп для Сороса это бугимен. Вы не представляете себе Сорос, который так тесно связан с Клинтонами. Там даже родственные связи прослеживаются, Челси и Сороса племянник, который женился на Челси. И Сорос уже мечтал, сидел, вложил колоссальные деньги в избирательную кампанию, и вдруг Трамп победил. Для него нет сейчас врага больше, чем Трамп. А что касается Пиантковского, это из той же команды вместе с Гарри Каспаром, к сожалению, великий шахматист, насколько я знаю. Но как вот человек, просто он сидит, это его работа. Работа Гарри Каспарова, работа Пиантковского, в этом заключается их работа. Они за это получают деньги, за то, чтобы выставлять в лучшем свете демократов и обливать помоями республиканцев, а уж тем более президента Трампа. Поэтому к тому, что пишет и говорит Пиантковский, я бы относился через эту призму. Человек за это получает деньги. Именно за это. Как и многие другие. Именно за это. Это называется пропаганда. Ведь сегодня же нету так называемых фриленсеров. Нету журналистов независимых. Сегодня любой журналист работает. Единственное, скажем, несколько журналистов осталось, независимых, которые расследование проводят с Сарой Картер. Их можно посчитать, их можно посчитать по пальцам одной руки. Да. Люди, которые проводят расследование, не зря же Сару Картер, Фейсбук. Но это действительно единица. А ведь основная масса, они работают то ли на левые, то ли на правые СМИ. Как ты правильно говоришь, они за это получают деньги. Это их работа. Находить компромант, находить грязь. У нас звонок есть еще. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Позвольте, господа, пять копеек ставить. Конечно. Парав, Пианковский. Дело в том, что это в крови у них борьба с путинской Россией. Трамп, они его ненавидят, потому что считают, что он, как говорится, делает дел с Путиным. Им нужен другой президент. Отсюда такая позиция. И так, и не так. Поверьте мне. Это его задача. Поверьте мне. Послушайте. Если бы Хилари стала президентом, ходила бы так же, целовалась с Путиным, продавала ему интересы. Мы же не обговариваем. Мы обговариваем его позиции. И Пианковский бы... Я давно слежу за ним, за Пианковским. И Пианковский бы очень... Он делает комментарии на радио. Спасибо. И Пианковский поменял бы свою позицию очень легко и просто, как так, с выключателем. Щелк. Если он работает за деньги, естественно, поменял. А как же. Так что... Добрый день. Мы вас слушаем. Позиция такое дело. Алло. Добрый день. Добрый день. Добрый. Будьте добры. Может быть, вам что-нибудь известно? Тут какая-то новая связка. Вот был вопрос досье этого несчастного. А теперь что-то там связано с газетой New York Times и Федеральным бюро расследования. Вчера что-то мелькнуло, какая-то новость. Вам ничего не известно, какие-нибудь подробности? Ну, то, что нам известно... То, что все знают. То, что... Об этом, на самом деле, вот настоящие журналисты об этом писали уже давно. О том, что ФБРовцы, так сказать, за маленькие подачки вступали в контакты с журналистами New York Times, сливали информацию и потом использовали... То есть, какой-нибудь ФБРовский агент, ну, имеется в виду или Питер Строк, или Маккейб, или еще кто-то, ну, из верхушки, сливали информацию в New York Times. Какую-то информацию, которая соответствует их нарративу. И потом, когда New York Times публиковал что-то, они использовали эту информацию как подтверждение своих вот этих, так сказать, своего расследования. Что расследование идет в правильном направлении, что оно правомерно, потому что вот даже New York Times... Это то, что произошло с Брэннаном. Это то, что произошло с Изиковым и Стилом. Ну, это, да, это, само собой... Абсолютно то же самое. То, что использовалось в получении разрешения на прослушку компании... Это то, о чем писал Times. Но точно так же это произошло с Брэннаном, который слил информацию в New York Times, а потом ФБР... И они тоже напечатали эту же информацию. Взял ФБР на вооружение и говорю, ну, конечно, мы должны расследовать. Это же, ну как, директор ЦРУ. Да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вообще-то говоря, вот это вот надо рассматривать не отдельно. New York Times или там Брэннан, CIA и все прочее. Это все один синдикат под названием Deep State. Его создали демократы как иншуранс, так сказать, программа на случай, если выиграет наш президент. Для того, чтобы сместить его, несмотря на то, что он выиграл, так сказать, duly elected president. То есть, честно, выбрал выбранный президент путем выборов. Поэтому, когда мы рассматриваем вот все эти действия, это все одна и та же, один и тот же синдикат. То есть, который входит, соответственно, вот этот вот организатор и главарь, первый мусульманский президент Обама и вся его комарилья, плюс CIA, плюс FBI, плюс DOG, плюс New York Times и все остальные средства массовой информации. И когда люди говорят, вот что кто-то комментирует, посмотрите, что делал, не слушайте комментарии. Спасибо. Что сделал и как ведет себя президент Трамп по отношению к России. Одно то, что мы перекрыли практически кислород этому Путину тем, что у нас добычи нефти больше, нефти и газа больше, чем в России. И что мы являемся ему конкурентами. И, соответственно, цены на нефть и на газ упали, потому что у нас есть Трамп. Потом все окружения... Спасибо большое. К сожалению, должен нас привлечь, поскольку время подошло, мы должны сделать перерыв. Спасибо большое, Мария. Продолжаем нашу программу. Ну и о выборах, которые предстоят нам в 2020 году, это, скорее всего, не будет выбор Трампа или выбор Покохантос или Байдена или там сумасшедшего Берни. Если в общем назвать, это будет выбор между капитализмом и социализмом. Вот я хотел сказать, что это выбор нашего будущего. Если посмотреть на споры правых, левых, что левые и правые в Америке, они не понимают друг друга, потому что живут в параллельных мирах. Но мы не должны забивать, что слепая вера левых в умножении богатства, это путем его разделения, то есть путем насильственного перераспределения. И если мы вспомним, то представителями вот этих идей социализма были Маркс, Энгельс, Ленин и Муссолини и Сталин и Гитлер и тот же Мао Цзэдун. И левые всегда приобретали свои ложные такие убеждения на протяжении всей истории цивилизации. Причем слепая вера в умножение богатства путем распределения, она была основой многочисленных неудавшихся экспериментов. Это действительно уже было доказано. Теперь давайте вот вспомним вообще, что такое социализм, капитализм, разница. Социализм это состояние общества, в котором большинство богатств принадлежит государству. Все богатства? Нет. Все богатства это коммунизм. А капитализм это состояние общества, в котором большинство богатств принадлежит гражданам. И приверженцы как левой, так и правой философии, у них есть определенные знания. Но, однако, левые получили эти знания на почте своей слепой веры, вот в этой идее, а правые все-таки получили эти знания на практике путем проб, ошибок каких-то, путем развития вот этого вот общества. И, знаешь, есть всегда наука и псевдонаука, и всегда псевдонаука, она питается вот из этой науки. И, если, допустим, вспомню, где-то я вычитал недавно, что вот Коперник, например, когда сказал, что Земля крутится вокруг Солнца. Ну, это восприняли в штыки, но, тем не менее, к этой идее прислушались. И после того, как произошла переоценка вот этой идеи, то начали считать, что, таки, да, правильно, Земля вокруг Солнца. Но это не наблюдается вот со стороны левых, потому что у них есть свои догмы и свои убеждения, и они свято вот в это все веруют. И когда, допустим, Трамп, он публикует что-то в своем Твиттере или говорит что-то спорное, то его политические противники, они сразу болезненно реагируют. Такая реакция у них является как бы прекрасной иллюстрацией того, что укрепление веры у них как бы определяется их жизнью. И они отстаивают свои вот эти вот первоначальные взгляды, вместо того, чтобы прислушаться действительно вот к тем примерам, которые вот на практике были доказаны, к примеру. И вот если знания людей, вот приведенные выше в примерах, были основаны не на догмах, то реакция могла бы быть совершенно иной. Вот, например, выбрали Трампа и сказали бы, да, жалко, конечно, Трамп победил. Ну, слушай, победил лучший кандидат, это хорошо для Америки, давайте поживем с этим президентом. Ну, а в следующий раз уже будем делать все возможное, чтобы победил наш кандидат. Что же происходит вместо этого? Вместо этого мы прислушиваемся к таким вот как Сандерс, таким как вот это Пакахантес. И мы свято верим в то, что бесплатное образование, бесплатная медицина. У нас есть звонок, давайте примем, потом продолжим. Упс. Звон, гоня. Да, бесплатная медицина. Уснул. Прощение вот этих всех вот лоун, студент лоун, студент лоун, студенческие займы, да. Ну, да, да, алло. Здравствуйте. Вы знаете, я вам хотела сказать, что все это как бы конфетка, которая обернута в эту обертку красивую, что все бесплатно и все прочее. На самом деле, главная идея для них, естественно, для верхушки республиканской партии, это захват власти навсегда. То есть это означает... Демократической партии вы имеете в виду. Вы имеете в виду демократической партии, наверное, не республикан. Мы как раз об этом и говорим. Добрый день. Да, добрый день. А можно немножко на другую тему? Пожалуйста. Трамп не произвел удар по Ирану. Как вы к этому относитесь и что вы по этому поводу думаете? Правильно он сделал или нет? Спасибо. Вы знаете, я вам скажу, что, в принципе, Америка всегда пыталась уйти от вот таких вот радикальных мер в плане того, чтобы не развязывать войны. Не всегда. Если бы... Не всегда. Ну, не всегда, но в большинстве. Значит, во-первых, то, что Иран как бы напрямую не взял на себя ответственность за это. То есть мы понимаем, допустим, что откуда ноги растут и почему произошло это. Вот. У нас здесь звонок. Давай звонки примем. У нас сегодня еще будет возможность на эту тему поговорить. Я задам этот вопрос Леону. Я знаю примерно, какой будет ответ, поскольку он все-таки либертарианец. И, скорее всего, он поддержит решение Трампа не атаковать. Конечно. Иран. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Время у нас кончается. Да, я хотел сказать одну вещь. Никаких вопросов не задаю. Все знаю сам. Это хорошо. Тогда до свидания. Будьте здоровы. Хороших выходных. Одну минуточку. Да. Что у меня повторяется? Я на линии или нет? Да, да, да. Вы на линии. Окей. Значит, смотрел фильм. М.Х.З показывает. Ну, давнишний фильм, я думаю, в этом. Назывался The Team. Ну, там, что там происходит, это никого не интересует. Но у них было, они разыскивали кого-то, они пришли, написано, Detention Center. Как это так получается? Это что, концентрационный лагерь в Дании? В Дании. Понял, понял. Да, спасибо. Это как раз дискуссия, которая тоже развернулась в соцсетях по поводу высказывания EOSI о том, что у нас на границе развиваются концентрационные, строятся концентрационные лагеря. И некоторые наши образованные друзья, как бы, поддержали эту идею, что да, действительно, это концентрационные лагеря. На что, так сказать, люди, которые с ними не согласны, говорят, ну, вы, наверное, забыли, что из себя представляют концентрационные лагеря. Кстати, один из польских политиков, и не только, по-моему, Визенталя Центр, или Ядва Шем, пригласили EOSI с целью, так сказать, немножко ее просветить, чтобы она имела представление о том, что из себя представляют концентрационные лагеря, и не сравнивала, и не, как бы это сказать, не обесценивала, что ли, не снижала роль той трагедии. Не умаляла. Не умаляла, да, ту трагедию, которая произошла в середине прошлого века. Вот так. Ну, да. Ну, вот по поводу Ирана могу сказать... А, подожди, Олежка, я смотрю. Ты еще не... Я тоже хотел. Ну, давай ты, потом я. А, по поводу Ирана, я просто выскажу свое мнение. Я считаю, что абсолютно правильно делает Трамп по двум причинам. Потому что, во-первых, нам сейчас во время выборной кампании абсолютно нет смысла связываться... 60% населения страны не поддерживает идею военной войны. Не поддерживает. У нас нет коалиции. Это два. Нас не поддерживают ни Европа, ни Азии. Предатели из Европы. Конечно. И третье, самое главное, почему нельзя ввязываться. По той причине, что если мы сейчас находим какой-то контингент в Сирии, какой-то в Афганистане, какой-то в Ираке, если мы еще завяжемся с Ираном, это война на четыре фронта. Мы никогда в жизни это не потянем. А те, которые считают, что это будет короткий налет-бомбардировка, не заблуждайтесь. Это будет война. То есть война, потому что туда впишутся не только Иран. Есть кому еще за них писаться. Вот Иран... Тем более, что предыдущая администрация обеспечила финансирование режима АЭТОЛ. Мало того, что почти 2 миллиарда кеш передали оттуда просто самолетом. Иран утверждает, что он чист как младенец перед мировым сообществом. Но, однако, вот США, Великобритания, Судовская Аравия, Израиль, конечно, обвиняют именно Иран в эскалации этого конфликта. Не забывайте то, что, в принципе, Трамп довольно сильно задавил Иран санкциями, выйдя из вот этого договора. Продажа нефти Ирана сократилась вдвое. Но я вам скажу, что, несмотря на это, мировое сообщество, они не очень-то спешат помогать Трампу в этом плане. Потому что их абсолютно не интересуют эти конфликты. Им нужна нефть иранская. Дешевая причем. Вот сейчас мы и проверим, насколько они наши союзники или не союзники. Я думаю, что Трамп, администрация Трампа должна усилить режим санкций. И не только по отношению к Ирану, но и к тем, кто торгует с Ираном. С ним торгуют, конечно, абсолютно. И посмотрим, союзники нам или не союзники. Трамп был против добавления военного присутствия в Иране. Но, тем не менее, туда вводят сейчас, по-моему, тысячу человек. Ну, они, да, они вводят чисто как показ силы, но... Если они вводят, они говорят, значит, чтобы обеспечить безопасность своих же. Конечно. Это не с целью нападения. Слушай, если они сбили дрон, значит, можно сбить еще что-нибудь. Поэтому... Пока вот они не сбили самолет с 35 людьми на борту. И говорят, мы нет, мы стараемся, мы не хотим войны. А вообще, союзников, так называемых наших, нужно проверить. Или они нам союзники, или они помнят добро, которое Америка сделала для Европы, восстановив ее из руин. И что для них дороже, так сказать. С кем они хотят иметь дело? С Ираном? С Ираном. И потом, если Армудский пролив перекроет Иран, в первую очередь пострадают эти так называемые наши союзники, а потом Китай, потом Индия, потом и так далее, и так далее. Мы обеспечиваем себя... Спасибо Трампу, кстати говоря. Да. Мы себя нефтью обеспечиваем в полной мере. И если уже эти наши европейские союзники к этим санкциям не присоединятся, ну что ж... Тогда будет совсем по-другому. Но, знаешь, Сережа, я тебе скажу, если Трамп, это, опять же, мое чистое мнение, вот чисто мое, если Трамп пытается как-то проводить мирную политику, значит, ему нужно срочно избавляться от Болтона, ему нужно срочно избавляться от Помпея. Болтон всегда говорит... Потому что Помпея, я, по-моему, по моему мнению, абсолютно себя дискредитировал как дипломат. Он чисто действует со стороны военной догмы. А Болтон, ну понятно, тот, тому лишь бы вот войнушку развязать где-то, и слава Богу. Поэтому... Между прочим, дипломаты американские предупредили авиалинии, что когда вы будете пролетать на Персидским заливом, может случиться ситуация, что вы будете как бы неопознанным объектом. Поэтому будьте осторожны. Давайте Богу принять звонок. Добрый день. Добрый день, выслушаем вас. Алло. Добрый день. Честно говоря, я очень доволен, что Трамп отменил этот эрстрайк. Честно говоря, война с Ираном — это тупик. Вы говорите, санкции. Санкции были 10, больше 10 лет. Совершенно верно. Если бы Обама не бейлаут Иран, то Иран бы скатился и, возможно, поменялся бы режим. Там было несколько? Да, но, Сережа, ну учтите, давайте объективно. Это, как говорится, и двух сроков Трампа не хватит санкций, пока не санкциями. Не знаю. Но я думаю, что еще, если одна серьезная, то есть еще один пакет санкций серьезных, ограничивающих... Ну куда же уже серьезнее, когда вообще была эмбарго на подставке нефти? Подождите, подождите. Нефть продавали, во-первых, не все государства были, не всем было запрещено. И Китай, Индия, еще ряд, целый ряд стран покупали иранскую нефть. Ну и Китай и будет в этом случае покупать. Ну Иран сейчас и ищет себе партнеров усиленно, поэтому... Попытается вбить клин между нами и нашими так называемыми союзниками. Поэтому я думаю, что если действительно увеличить или сделать более серьезными санкции, вплоть до того, чтобы вообще запретить, сказать, что те, которые сегодня торгуются Ираном, не торгуют на американском рынке. Все, точка. Ну просто я хочу один поинт, если позволю. Пожалуйста, пожалуйста. 80 миллионов населения, вооружение многократно лучшее, чем в Ираке. Наземная операция, мне кажется, это пик в пути. А наземной операции никто и не говорит. Наземной операции не будет в лучшем, я имею в худшем случае, туда забросят спецназ, для того, чтобы наводить электронным путем снаряды. Вот это хороший путь, так как делали раньше с Израилем, наводили электронным путем. Да, да. Ну Трамп сказал, что не будет наземной операции. Да, сапог на земле не будет. Трамп сказал, что надземных операций больше не будет. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Еще один звонок, успеем. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, говорят, с луками жить побольше быть. Вот нельзя их же методами. Они воруют людей, и у них захватить несколько катеров, и с людьми, и хотя бы, чтобы было на кого менять. И вот еще, что меня очень удивляет, ведь люди пострадали у европейских стран и у Японии. Наш сбит только этот самый беспилотник. Да, да, дрон. Почему же они так становятся на сторону Ирана, вместо того, чтобы поддержать Америку? Варвара, вот смотрите, я вам скажу такую старую истину быстренько. Политика и дипломатия – это не физика. Это не физика. Два минуса не дают вам плюс на выходе. Поэтому, если кто-то поступает не так, поступать точно так же не так не имеет никакого смысла. Поэтому я бы не терять, я считаю, что свое лицо терять нельзя. Их методами нельзя. Конечно. И они поэтому считаются террористы, а мы – нет. Разве что договориться с Сомали. Кстати сказать, вот одна из лидеров демократической партии, упомянутой тобой Ильхан Амар, выступила на стороне Ирана, обвинив администрацию Трампа во всех смертных грехах. А Ильхан Амар не применил заметить, что Трамп бьет в барабаны войны. Вот вам, пожалуйста. Это представитель палаты, то есть это член палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Я хотел сказать, что вот я читаю отзывы о нашей передаче. Ну, всегда есть какая-то вот сволочь, которая должна положить ложку дегтя в бочку меда. Вот тут есть один камень в наш адрес. Я хотел бы этим людям сказать, что не надо их ставить, потому что мы на них не реагируем. А свое лицо вы показываете, вы себя же дискредитируете. Я больше чем уверен, что он свое лицо не показал, а работает под каким-то ликом. Наверное, да, наверное. Поэтому не думайте, что мы на это реагируем. Мы читаем, но мы не реагируем. Окей, друзья мои. Что-то еще хотел сказать? А, да, в отношении с Мелет. Джесси Смелетт. Да. Судья назначила специального прокурора, который будет разбираться во всем этом грязном деле по поводу прокурора округа. И вообще, возможно, будет предъявлено новое обвинение. Так что все еще не... Причем возобновят абсолютно полностью с самого начала полностью все дело этот спецпрокурор. И там ситуация состоит в том, причина спецпрокурора, потому что, когда кто-то типа штатовского прокурора самоустраняется, на ее место должен быть приведен спецпрокурор, а не работник ее же офиса. А тут произошло то, что... Заместитель своего назначил. Назначил, да, Факс. Кимберли Факс назначил своего заместителя, вместо того, чтобы самоустранившись привести спецпрокурора. Ну и вот Хаффингампост опять в соцсетях разместил очередное... Ну, приближается избирательная кампания, и вот какая-то страшная селедка обвиняет Трампа, что он ее там в 90-м году... Джейн Кэрол. Да, вспомнила вдруг... Вспомнила, да, что вот Дональд Трамп ее атаковал в 90-м году в древесинг-рум. Вот так вот. То есть, ну, ничего нового сейчас выплодит. Может быть, еще ЦУРОС заплатит каким-нибудь еще паре... Еще один быстрый вопрос, Сереж, Пучикаго. Твое мнение, лично твое мнение. Как ты считаешь, вот то, что сейчас происходит с этими покромами Олдермена офисов, это ты считаешь идет чистка или это чисто политическая... Это политическая чистка. Это мафия делит, так сказать... Нет, нет, ты не понял, мой вопрос. То есть, ты считаешь, что это делается во благо народа, жителей Чикаго? Нет, ничего не может сделать. Ну вот. Так что, дорогие мои чикарцы, только потому, что их там арестовывают и судят, это не для вас, это для того, чтобы продвинуть свое новое поколение. Своих новых, других, да, свежих. Эти уже вроде наелись, добровольно уходить не хотят, поэтому их начинают смещать. Сфер, разделение, перераспределение сфер влияния. Портфели. Появляются новые, так сказать, рынки, новые эти, тут разговор идет о том, что марихуана, тут там то, все, все нужно теперь по-новому, все будут делить. Мы забыли поговорить про легализацию проституции. Нет, ну, а вот еще интересный. LifeWayFood объявил о том, что они будут выпускать кефир с марихуаны, их стаки выросли на 50%, но, правда, они не выросли на 50%, когда они стоили там 19, 20, 26 долларов. Они выросли на 50%, когда они стали стоить там 3 доллара, 3 копейки. Да, 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 да. Ну, вот, так сказать, прогрессивный LifeWayFood. Да, так что скоро будете вместо кефира торчать и балбить. Спасибо, друзья. Спасибо. Всем хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok